Главное за день. Корь в Иркутске, бешенство в Мухаршибире, плесень и сосульки в Улан-Удэнских квартирах. Боюсь, вот видите, крадусь, он из них вычищен. Чего ж тут не бояться-то, конечно. Каток на улицах. Как в КГХ борется со льдом? Ведь никто не ставит задачу, значит, покончить с преступностью, но максимально удерживать уровень, влиять на состояние преступности. Мы в состоянии. Четвертое место по уровню преступности в России. Министр внутренних дел Бурятии отчитался за прошлый год. Есть тут секрет, как вот выбить? Вот может мне мастер-класс покажет? Секрета такого нет, это все, как же, удача. Битва за ужин хана. В Улан-Удэ прошел фестиваль традиционных бурятских игр. Я думала, что таких классных парней только в кино показывают. Они, кажется, в нашем городе есть. Стесняюсь, улыбаюсь, благодарю. Как у Улан-Удэнцы реагируют на комплименты. Это новости на АТВ. В студии нам жил Коновалов. Здравствуйте. Начать придется с очень печальной новости. Сегодня скончался основатель газеты «Информполис» Вячеслав Дагаев. Ему было всего 58 лет. История печатной и интернет-журналистики Бурятии постсоветского периода тесно связана с читой Дагаевых. Вячеслав Михайлович родился в селе Боргузин 11 марта 1964 года. После школы поступил в Иркутский госуниверситет, где познакомился с будущей женой Саилмой Байертуевной. В 1992 году Вячеслав Дагаев открыл первый частный еженедельник в республике «Информполис». Газета быстро стала лидером печати бурятий. Спустя 10 лет у издания появилась собственная типография. За свою 30-летнюю историю «Информполис» помог решить проблемы не одной сотни людей. Это было кредо издания. Также за это время редакция взрастила десятки талантливых журналистов, признанных в республике и по всей России. Телекомпания АТВ соболезнует родным и близким Вячеслава Михайловича. О других событиях среды расскажет мой коллега Кирилл Мешков в ежедневной рубрике «Главное за день». Начнем с новостей соседей. В Иркутске выявили два случая заболевания корио. Похожие ситуации зафиксировали в 6 из 10 регионов Сибири. В медучреждениях заверили, что готовы к приему пациентов. Но на всякий случай попросили людей не обращаться в поликлиники. При повышении температуры, особенно вкупе с кожной сыпью, необходимо оставаться дома и вызвать врача, не посещая поликлинику. Общероссийский народный фронт в своем телеграм-канале рассказал о тяжелых условиях проживания в 111 микрорайоне. Там в квартирах появились сосульки на потолках, а стены промерзли и покрылись плесенью. В Улан-Одэ собак запретили выпускать вблизи школ, больниц и детских площадок. Раньше пёселей на улице возвращали там же, где и отловили. Теперь в местах массового скопления людей этого делать нельзя. Управление ветеринарии, в свою очередь, будет следить за поведением собаки. Интересно только, как? При проявлении агрессии животные будут направляться муниципальными образованиями на пожизненное содержание в приют или передаваться новым владельцам. В Мухрошибирском районе установили 60-дневный карантин из-за бешенства. Ветеринарная служба нашла двух зараженных лисиц. Теперь в радиусе трех километров будут проверять весь потенциально зараженный скот. Людей же попросили не подкармливать диких зверей. Они могут быть опасны. Учеников 49-й школы стали кормить из одноразовой посуды. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ». Там условия в школьной столовой сравнили с привокзальной забегаловкой. Родители об изменениях условий не предупреждали. В Улан-Удэ изменилась схема движения еще нескольких маршрутов. Конечная остановка автобусов под номерами 56С, 80 и 92 переместилась в туб диспансера на интернат. Синим на карте отмечен старый маршрут, красным – новый. Будьте внимательны. Внимание, розыск! Но не преступников, а владельцев гаражей. Мэрия Улан-Удэ ищет хозяев участков, которые мешают строительству третьего моста. Землю обещают выкупить. Россиянам разрешили готовить шашлыки в пяти метрах от частного дома. Раньше нужно было уйти на целые 20. Нововведение вступает в силу с первого марта. Ура! Улан-Удэ не попал в список культурных городов. Сотрудники высшей школы экономики провели исследования и выяснили, насколько доступны культурные блага жителям России. Топ неожиданно возглавил Петрозаводск. Культурная столица оказалась лишь на 13-й строчке. Соседний Иркутск в десятке лидеров. Ну, а Улан-Удэ в хвосте рейтинга. 60-я позиция из 78 возможных. К новостям технологии. В России запустили разработку собственного компьютера Бобер. Работа чудо-техники будет на отечественном процессоре Байкал. Никаких вам больше окон и отгрызанных яблок. Только бобры, только хардкор. Дисней – все. С приходом весны из российских онлайн-кинотеатров уходит крупнейший производитель мультфильмов в мире. 1 марта – последний день, когда еще легально можно посмотреть картины Walt Disney Company. Эксперты уже предсказывают рост пиратства и возвращение в эпоху CD-дисков. Появился логичный вопрос – а до этого все смотрели легально? Наша съемочная группа встала на скользкую дорожку. Речь не о криминале, а об улицах Улан-Удэ. На тех, где плохо убирали снег зимой, теперь можно кататься без коньков. И это только первый день весны. Где в Улан-Удэ опасно ходить и как коммунальщики борются со льдом? Антон Симонов проскользил по городу и нашел ответы. Мы уже не раз рассказывали о проблеме вывоза снега с улицы Улан-Удэ. Наступила весна, закономерно снег тает, превращается в лед и угрожает здоровью улан-удэнцев. Недалеко от нашего офиса уже сформировалась огромная наледь. А что происходит на других улицах? Давайте встанем на этот скользкий путь и проверим. Далеко ходить не пришлось. Октябрьская 34. Еще немного здесь можно будет кататься на коньках. Отошли еще немножко. Октябрьская 30. Тротуары почти чистые, но вот на дороге огромный слой льда. Почти на всю длину дома много льда. Еще немножко и, мне кажется, можно будет сыграть в дворовый хоккей. А это Арбат. Здесь есть несколько мест с наледью. Если и днем их прекрасно видно, их можно обойти, то вечером может все получиться, как в поговорке. Упал, очнулся гипс. Ну, скользко, да. Я и осторожно иду, стараюсь не падать. Боюсь, вот видите, крадусь, он где вычищен. Чего ж тут не бояться-то, конечно. Тем более здесь клиника глазная. Люди слепые сюда приходят. Вот я сейчас вообще, у меня все расплывается. Как же тут? Еле-еле по кромочке. Да, вот идешь, где вот почищают, там идешь. А тут по такому льду, разве можно? Конечно, чистить надо. Вот эти убирать надо. Вы не боитесь так? Я хожу, вот боюсь. Еще одна проблема с приходом весны, это снег на крышах, а точнее появляющиеся сосульки. Там, где территория является муниципальной, за это отвечает комбинат полустройства. Так, например, с комбината ежедневно вывозится снег. В последний раз сюда вывезли 20 камазов снега. Данная уборка снега у нас стоит на особом контроле. По прилегающим территориям, к домам, за это отвечают юридические лица, в том числе и управляющие организации. Так, на сегодня сотрудниками управления административного контроля составлено уже 45 требований о своевременной уборке. На сегодня штраф для юридических лиц составляет под 60 тысяч рублей. Помочь комитету городского хозяйства справиться со снегом и льдом можете и вы. Но во всех местах, где не убирают наледи, вы можете сообщить в отделение контроля КГХ по номеру, указанному на экране. Антон Симонов, Александр Семенов, Баир Дугаров, телекомпания АТВ. Часть минувшей сессии Народного хурала посвятили главному полицейскому Бурятии. Олег Кудинов отчитался о работе ведомства за прошлый год и ответил на вопросы депутатов. Чем может похвастаться бурятская МВД, расскажет Дорси Беданов. Уровень преступности в регионе продолжает оставаться высоким. По общему показателю мы занимаем четвертое место по категории тяжких, особо тяжких преступлений, шестое место по России. При этом ситуация в республике, пусть и немного, но все-таки улучшается. На 4% снизилось количество обычных преступлений и на 5,5% тяжких и особо тяжких. Но есть и плохие новости. Однако общий процент расследованных уголовных дел снизился почти на 6% и составил 51%. По России 53%. По категории тяжких, особо тяжких преступлений показатель данный снизился на 2% и составил 50%. Здесь мы получше выглядим, чем в России. Россия 47,7%. Стало больше и бытовых убийств. Только в Улан-Удэ количество таких преступлений увеличилось с 14 до 25 случаев. Убийств на дому стало больше в Баунтовском, Заиграевском, Закаменском, Прибайкальском, Селингинском и Тункинском районах Бурятии. Незаконный оборот наркотиков. Всего уверено более тысячи преступлений. К уголовной ответственности привлечено более 800 человек. Всего из незаконного оборота изъято более 600 килограмм наркотиков. Главная проблема – дефицит кадров. Бурятской полиции не хватает 530 человек. Но те, кто есть, по словам министра, очень любят свою работу. Коллективов с неблагоприятной социально-психологической обстановкой не выявлено. 90% опрошенных сотрудников пояснили, что служба им нравится. И они служат добросовестно. Министр и депутаты не обошли стороной и самую скандальную тему последних дней. Так называемую ЧВК «Рёдан». Доставили 8 человек, остальные там сами разошлись. Да, мы, говорит, пришли сюда. Потому что была информация, что якобы вот это вот ЧВК «Рёдар» придут сюда. И будем мы тут с ними выяснять отношения. Но никто не пришел. При этом министр заявил, что представителей «Рёдана» в Бурятии нет. А вот пьяные водители, особенно в вечернее время, есть. И их ловят. Но есть нюанс. То есть мы ловим пьяных водителей возле магазинов, где этот алкоголь продают. Но не пресекаем продажу алкоголя. Ответ министра был честным и эмоциональным. Местами даже слишком. 70 сотрудников находятся в Северокавказском регионе, в зоне проведения специальной военной операции. Не комплект личного состава. Вы же не можете, как депутаты Народного хурала, распределить по всем направлениям бюджет, где требуется. И мы точно так же. Ведь никто не ставит задачу покончить с преступностью. Но максимально удерживать уровень, влиять на состояние преступности, мы в состоянии. И вообще, с проблемой ДТП в районах должно работать не только МВД. Безопасностью дорожного движения в районах является кто? Глава района. Координатором по профилактике преступлений кто является? Глава района. Все лица, которые нарушают правила дорожного движения, они известны. Мы на комиссиях готовы их раздать, чтобы с этими работали, с этими, с этими. Те, кто под надзором стоят, то же самое, информация имеется, тоже нужно распределить. В целом народных избранников отчет удовлетворил. Но они попросили уделить особое внимание интернет-преступникам, которые выманивают у населения деньги. Ну и все-таки попробовать не влиять на состояние преступности, а покончить с ней. Дорж Себеданов, Артур Зержевич, телекомпания АТВ. Сейчас не переключайтесь, впереди короткая реклама. А после нее вы увидите. Есть вот секрет, как вот выбить? Вот может мне мастер-класс покажет? Все, все, секрета такого нет, это все, как же, удача. Битва за ужин хана. В Улан-Удэ прошел фестиваль традиционных бурятских игр. Я думала, что таких классных парней только в кино показывают. Они, кажется, в нашем городе есть. Стесняюсь, улыбаюсь, благодарю. Как улан-удэнцы реагируют на комплименты. К празднику белого месяца. Набор конфет Рафаэлла со скидкой 31% всего за 279 рублей. С заботой ваш Абсолют. С Абсолютом готовить легко. Сахар Рафинад со скидкой 46% всего за 46,50. Абсолют. Гарант низких цен. Так называемая ЧВК рядом сполошила российскую общественность. Еще бы. Толпы неформалов охотятся на гопников, а не наоборот. Сейчас те, кому за 25, могут сказать в наше время такого не было. На самом деле было. Просто под другим лозунгом, в другой одежде и с другими прическами. Давайте вспомним самые массовые субкультуры постсоветской России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь к новостям более традиционной культуры и немного кулинарии. К столетию Бурятии образовательный центр Амирменде провел первый фестиваль традиционных бурятских игр. Участники состязались в бурятских шахматах в Шаге-Наден и в конкурсе визиток. Дарья Белева тоже попытала удачу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы участвуем впервые. У нас ребенок ходит в эту школу Амар-Мэндэ второй год. ИID�М Morocco, популяризация языка. В первую очередь, естественно, сохранение традиций, которые в последнее время в любом случае растеряли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я получается с Кичингинского района. Участники состязаются в пяти видах игр. Я тоже решила попробовать. А не сильно кидать надо? Нет, не важно. Так, есть тут лошадь? Смотрите. Увы. Значит, стоите. Знаешь, как правильно играть? Нет. Я тоже знаю. Ты знаешь? Я знаю. Мне выиграть. Есть у тебя секрет? Матон, держи. Мне больше скажу. Медленно, но верно, проигрываю. Надо, значит, идти играть в следующую игру. Мы бросаем, да, сперва первый этап с двух метров, да, и как падают вот эти две кости, от половины двух костей считаем результат. Есть тут секрет, как вот выбить? Вот, может, мне мастер-класс покажете? Нет, секрета такого нет, это все как удача. Вот почему называется «баргай талан надом», это игра на удачу называется. А можно я попробую? Пожалуйста. Вдруг я очень меткая и удачливая. Вообще, можно с любого, да, бросаете расстояние? Ага, так, сейчас прицелюсь. О, 5 баллов, а это много? Псс, хороший результат вообще. Хороший? Очень хороший результат. Первый раз участвую. Как удача на вашей стороне? Да, по крайней мере, два раза попал. Я пришел со своей семьей, с супругой и дочкой. Мы, как бы, говорят, монголы, да, забыли, как сказать, подзабыли его, игры старинные. И важно передать своим потомкам. Дочку обучаем, она по-бурецки поет, участвует в разных соревнованиях, ну, выступает, в общем. Дочкой обучаем. Комплименты и как отличить похвалу от лести. Алина Котова отправилась смущать улан-уденцев и узнала, насколько они искренни. Наверняка, каждая девушка хоть раз в жизни слышала фразу «ты такая красивая», а мужчина «ты такой сильный». Навсегда ли искренние эти слова и как правильно на них реагировать? Сегодня отмечается Всемирный день комплиментов. Давайте узнаем, умеют ли улан-уденцы принимать приятные слова. Девушка, потрясающий наряд. Вообще, отлично выглядите. Молодой человек, знаете, я хотела вам сказать, я думала, что таких классных парней только в кино показывают. Они, кажется, в нашем городе есть. Наверное. Не знаю. У вас такие красивые очки, они вам так идут. Спасибо за комплимент. Извините, вы такой стильный вообще. Здрасте. Вы очень брутально выглядите. Вы знаете? Знаете? Вы очень брутально выглядите. Спасибо. Ну, как вам мой комплимент? Хороший. Спасибо. Как вы вообще относитесь к комплиментам? Очень хорошо. Сразу поднимает настроение. Ну, побольше стесняюсь. Как правильно принимать комплименты? Силитской. Положительно. Солидарен. А не отказываться от них? Не принижать тем самым свою самооценку? У вас нет смущения, стеснения? Не краснеете? Может быть, краснеете, стесняете чуть-чуть. Мне кажется, вот сейчас, когда я сказала, вы засмущались. Ну, конечно, я еще на камеру. Может быть, был какой-то необычный комплимент, который вам сказали, и вы запомнили на всю жизнь? Ой, ну, такого никогда не было. Ну, наверное, сегодня был самый необычный. Вот сейчас, да, в мой день рождения. Твои родители совершенно не кондитеры, откуда у них такая конфетка? Что у меня красивые пальцы на руках. Это кто говорил? Бабушка. Признаетесь, говорили когда-нибудь неискренние комплименты? Льстили намеренно человеку? Не помню. Если не помню, значит, не было, кажется. Нет, такого не было. Я спрашиваю всегда правду. Никогда не было. То есть, если мне не нравится, лучше промолчу. В зависимости от жизненных ситуаций, можно польстить, когда человеку очень плохо. Каждый раз, когда захожу к бухгалтеру, начиная с комплиментов, просто комплиментами дверь открываю, с комплиментами ухожу. Это от нее зависит, сколько она тебе выдаст, да? Нет, просто люди, которые дают тебе деньги, с ними нужно... Дружить. Да. То, что на душе, то и говоришь. Я стараюсь быть искреннее с людьми. А вам говорили неискренние комплименты? Ну, вполне возможно. Вы это не чувствовали? Ну, были мнения, но вроде нет. А может, да. Только кто знает. Такое много раз случалось. Может быть, из-за какого-то недоверия, не знаю. Он проскакивает иногда, бывает такое. Ну, я не обижаюсь на это. То есть, не верите в комплименты, получается, когда вам говорят? Да. Ну, а что это? Это неуверенность в себе и низкая самооценка. Возможно, неуверенность в себе. Самооценка, все в порядке. Мне говорят, что у меня хорошее чувство юмора, но я-то знаю, что это не так. Люди такие бывают актеры. Алина, ты прекрасная, милая и обвыражительная. Да-да, Антон. Конечно, всем нам приятно получать комплименты. И не нужно искать них подвоха. Хотя и обольщаться тоже не стоит. Просто поблагодарите человека и улыбнитесь. А самые нестандартные комплименты, которые говорили вам, можете написать в комментариях. Алина Котова, Александр Семенов, телекомпания АТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей в телеграм-канале АТВ. Ступайте в него по QR-коду на экране. С вами был нам Жил Коновалов. Увидимся. С Абсолютом готовить легко. Макароны и изделия шебекинские со скидкой 38%. Всего за 52,50. Улан-Удэ Стальмоз приглашает на работу. Токаря, слесаря по сборке металлоконструкций. Сварщика, слесаря по обслуживанию вентиляционных систем. Слесаря-сантехника, фрезеровщика, сверловщика, наладчика оборудования. Машиниста-крана, контролера ОТК, инженера. Узнать о вакансиях можно по телефону 505-505 или 8-991-426-87-19. Стань частью нашей команды. Оптика ССЭК. Вас ослепляют блики и свет фар. Специальные очки для вождения обеспечивают комфорт и четкость изображения. Это ваше здоровье и безопасность. Сохраните здоровье глаз. Ваша оптика ССЭК. Субтитры подогнал «Симон»